Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. И снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента, конкретные фундаментальные идеи, идеи основанные на техническом анализе. Все для того, чтобы у вас было больше вводных условий, информации для принятия торговых решений. Сегодняшний день это день публикации отчета по американскому рынку труда. Всем известный релиз Non-Farm Perils. Мы ждем его всю неделю, поскольку знаем, понимаем, что такого рода и масштаба статистика безусловно будет влиять на решение американского регулятора по процентной ставке. И на протяжении последних недель, ну скажем так, буквально с момента выступления Паула на симпозиуме в Джексон Холле, стало очевидно, что американский регулятор, да, он 100% как минимум пойдет на повышение процентной ставки на 50 байсных фунтов. Можно сказать, что это уже решенный вопрос. Но мы, как самые фанатичные рьяные покупатели доллара, я рассчитываю и надеюсь на то, что многие из вас разделяют точку зрения того, что у индекса американской валюты есть очень хорошая база для дальнейшего роста. Мы верим то, что ФРС может сделать гораздо больше и повысить ставку не только на 50 байсных фунтов, но и на 75. Чтобы не гадать в итоге, какое решение будет, мы пытаемся прикинуть самостоятельно на основании конкретных фундаментальных релизов и четкого понимания того, что каждый сильный отчет, он, по сути, развязывает руки американскому регулятору, повышает его уверенность и позволяет действовать активнее, не думая о каких-либо негативных последствиях. Конечно же, сегодня ожидают данные по Non-Farm Perils, которые выйдут в 12.30 по GMT. Мы могли бы сказать, что очень правильным был бы подход анализа этих данных на основе анализа данных от EDP, которые вышли в среду. Я признаюсь, что это так, но сейчас исключение, друзья, потому что, как вы помните, текущая оценка EDP, которую мы получили, это оценка EDP на основании новой методологии расчета. Поэтому я предлагаю пока что прям сильно этой статистике не доверять, но нужно еще подождать. Нужно, чтобы эта система прошла проверку временем. Сегодня по Non-Farm Perils, на основании тех данных, которые ранее мы получали по сферу слух, по промышленности, я думаю, что американская экономика создавала и довольно динамично по итогам августа новые рабочие места. Поэтому я рассчитываю, что в рамках августа американская экономика прибавила от 280 до 350 тысяч новых рабочих мест. Это мой индивидуальный прогноз. И я полагаю, что если в итоге мы увидим цифры около того, этого будет достаточно, чтобы индекс доллара, который, кстати, друзья, уже котируется на первой цели, которую мы поставили, 109.50, как тот самый перевалочный пункт, преодолеть, который необходимо, от которого впоследствии мы оттолкнемся, чтобы сделать цель 110 пунктов. И это, опять же, цели до конца сегодняшнего дня. Потому что, если мы увидим те цифры, которые я обозначил, конечно же, вероятность повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов вырастет с текущих 70% до 80%. Кстати, можете смотреть после того, как выйдут данные по Non-Farm Perils, еще до моего следующего брифинга, который состоится в понедельник, можете самостоятельно оценить то, что думают участники рынка на основании инструмента FedWatch от Чикарской биржи. То есть, я думаю, что и до моих комментариев будет ясно, что при неплохих показателях по рынку труда вероятность повышения ставки скакнет значительно. Это приведет к еще большему росту доходности американских облигаций и позволит индексу доллара сделать 110 пунктов. Не буду сегодня повторяться по поводу комментариев представителей американского регулятора о том, что ставка должна расти в любом случае, ставку нужно повысить до 4%, мы это и без того знаем. Кстати говоря, вчерашний релиз по АСМ, который мы обозначали как важный, не разочаровал. 52,8 в итоге значение индекса прогноз был на отметке 52. То есть, еще одна победа промышленного сектора, еще одно условие и для нас возможность все-таки говорить о том, что у американского регулятора есть достаточно необходимых условий, чтобы он вел себя жестче, активнее в плане именно разгона ключевой процентной ставки. Поэтому, друзья, сегодня нам остается, да, понимаю, что событие важное, но сегодня можно уже расслабиться, особенно если вы покупали индекс доллара с тех уровней, которые рекомендовал я. Это были значения существенно ниже текущих, и просто нужно дать статистике, доделать свое дело, свою работу и еще больше увеличить нашу прибыль, друзья. Доллар-иена. Цель 140. Я вас поздравляю. Эта цель сделана. Сейчас пара котируется выше. Я думаю, что благополучно можно пару закрывать. Я думаю, что впоследствии найдем другие точки входа, но сейчас можно насладиться победой перед выходными. Это то, что будет явно способствовать улучшению настроения. Европейская валюта 0.9943 ниже паритета. И вот, опять же, активные распродажи, которые мы видели по евро вчера, лоу 0.9910, доказывают, что рынок все-таки тяготеет к более низким значениям. Индекс доллара перешел к росту, евро к камням полетел вниз. Сегодня этот сценарий может повториться. Блок статистики по европейской экономике. Вчера индекс активности производственного сектора 49,1, снижение со 49,8. Индекс активности производственного сектора еврозоны 49,6, 49,7. Статистика хуже с каждой недели, и уж тем более с каждым месяцем. Энергетический кризис усиливается. Я думаю, что, как и говорил, дальше будет хуже. Следим мы, опять же, за тем, что произойдет дальше с поставками газа в Европу. Интересно будет посмотреть. В понедельник уже точно все будем знать. Возобновлены они или нет? Если нет, то будем готовиться к небывалой инфляции. И уж точно наступление рецессии уже в третьем квартале для экономики ЕС. Цели по евро я уже отмечал. Это ждем 0,98, 0,97. И, в принципе, есть потенциал ухода пары ниже. Британская валюта 1,1546. Но лоу вчера был 1,1497. Поэтому еще одна сделка, которая принесла нам солидную прибыль. Друзья, мы продавали фунт с очень высоких значений. И вот, наконец-таки, цель достигнута. То есть, по сути, прибыль больше 500 пунктов. Больше полтысячи пунктов. Друзья, это очень много. Я надеюсь, что вы все-таки со мной прокатились на вот этом очевидном, предсказуемом, нисходящем тренде, который, по сути, раздавал деньги. Американский фондовый рынок S&P. И 3968 пунктов. Ждем 3800 пунктов. Ну, в принципе, я допускаю, что сегодня эта цель. Мы можем приблизиться к этой цели. Потому что чем больше у рынка будет уверенности в том, что ФРС не свернет с пути активного повышения процентной ставки, тем больнее будет американскому фондовому рынку. И еще были комментарии по поводу рынка нефти. Нефть обвалилась. И здесь я еще раз хочу сказать, что мы большие молодцы, что не стали оголтело. Покупайте бренд WTI, когда он пытался закопиться выше 100 долларов за баррель. Решили дождаться заседания ОПЕК, как вот этот уровень водораздела, после которого можно уже принимать решение, что делать на средний срок. За три дня бренд просел, так же, как и WTI, на 10%. И среди причин отмечается то, что присутствуют опасения за перспективы экономического роста, которые, разумеется, повлияют на спрос на углеводороды. Очень много сообщений о новых локдаунах в крупных промышленных центрах Китая. Конечно же, это омрачает общую картину. Но весь этот негатив может померкнуть, например, если на следующей неделе страны ОПЕК начнут реализовывать планы по сокращению объемов нефтедобычи. А возможность этого была обозначена министром Саудовской нефти, министром энергетики Саудовской Аравии на прошлой неделе. И, судя по всему, эту инициативу поддержали многие другие участники энергетического пакта. Ждем заседания ОПЕК. Друзья, от того, какое решение будет принято, будет зависеть, как быстро мы окажемся в рынке. Но я думаю, что на следующей неделе мы добавим и нефть к списку тех инструментов, за которыми мы следим в этом моменте. Остается дождаться Non-Farm Perils. Повторюсь, друзья, что этот отчет будет публикован в 12.30 по GMT. Настраиваемся на влатильности. И давайте визуализировать. И надеяться, что индекс доллара сегодня протестирует 110 пунктов. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.